Игнатий Тихонович, мир вам, слышно меня? Слышно. Это Ксения Михайлова. Вот у меня тоже по предыдущему вашему разговору небольшой вопрос. Я тоже, когда принимаю решение по какому-то вопросу такому непонятному, например, по болезням детей, я тоже обращаюсь к специалисту, мне советуют, как мне сделать. Я прихожу к мужу, он мне говорит, сделай, как говорят врачи, и я на этом всем иду туда, в общем, делаю так, и происходит еще хуже. Я прихожу к мужу, объясняю ему, а он говорит, он умывает руки, как будто он ничего не говорил, и говорит, у тебя что, нет своих мозгов? Сама думай, вот как мне после этого принимать решение? Я уже их боюсь вообще принимать. Муж умывает руки всегда, его нет как будто, и я оставлюсь, я одна виноватая. Вот что вообще Господь мне хочет этим сказать, чтобы мне понимать вообще, как мне дальше поступать? У врачей три средства. Запомни, запиши себе. Слово, трава и скальпель. На что они настаивают? Вот приди, найди людей такие, которые могут. Вот у нас врач есть, посоветуются, на нас выйди где-то. Врачи, когда что-то говорят, я имею в виду, но очень неохотно иду на это. Очень неохотно. По-другому нельзя. Меня с крючина привезли, там с крыши сняли, допустим. Ну, от тяжести все. У меня какие-то наросты на руке пошли. Но на операцию иду не очень охотно. Ну, никак нельзя. Все перепробовали, никак. В коляске меня катают. А тут сделали, я хожу и... Ну, конечно, больше трех килограмм, говорит, нельзя поднимать. А я сейчас двумя ведрами воды хожу. Вот так, Сенюшка. Ну, а про мужа я еще хочу, Игнатих. Мне именно, я же под мужем, я же глава, мой муж. И я к нему обращаюсь за советом, а он потом на меня ответственность перекладывает. Как мне дальше за советом к нему обращаться? Я боюсь, что я ему вообще доверять не буду. Если бы он был верующий и молился, тогда, безусловно, надо было так. А так он врачи, врачи. А, говорит, согрешающий, да впадет в руки врача. Вот как пишет Иисус Серахов. Так что тут надо смотреть. Издалека не укажешь никак. Я знаю, где надо соглашаться. Ну, знаю по себя. А про другого. Молись. Мы все начинаем молиться. И Господь полагает на сердце. А неверующий совсем, я и советоваться не буду с ним. Все. Что ты жена? Ты жена, накормить его. А это болезнь детей. Тем более он не врач. Так что будь аккуратнее. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонов. Да, да, Господь. Но когда уже ты не пошла и хуже стала, сказала, вот зря не сделали, никогда не раскаясь. А блаженство не осуждает себя в том, что избирает. Молитва, пост. И кто думает идти на операцию? Пост и молитва. Если хотите, я вам скину два стихотворения, которые я написал в больнице после операции. Ну, хотя бы одно. Давайте, давайте, Игнатий Тихонович. Да, они утешительные такие. Я для Господа все это делаю. Хорошо. Я даже выставлю здесь, чтобы наши прочитали, ну, во Святи Библии здесь занятия и молитвы. Прямо сразу сейчас займусь поиском этих стихов, потому что их у меня много, 3467. Ну, если никого больше нет, отхожу. Ксения ждет меня, отошел. Говорите. Матфея 3.11. У меня недавно было общение с молоканьями. Они все называют духовными молоканьями. Значит, вот что касается стиха Матфея 3.11. «Я кричу о своде покаяния, оно идущее за мною, сильнее меня. Я не достоин понести обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Значит, они считают, что крещение в воде покаяния не обязательно, потому что они крещены Духом Святым и Огнем. Я читаю толкование, но как бы не совсем понимаю, почему Иван Претечий сказал, что будет крестить Духом Святым и Огнем. Сначала, почему люди понимают не как церковное. Отсюда делаем вывод, что они не обладают той тайной, которую Господь открыл верным, что кроется за каждым стихом. Вот они сказали так, хорошие слова, они со зла не сделали это, а желаем сделать как надо. Но по одному месту Писания-то не определяется. При двух или трех свидетелях надо. Посмотрим. 2.38 Деяния апостолов. Что нам делать? И там сидят молокани. Допустим. И Петр отвечает. Что нужно сделать? Покайтесь. В чем? Они не знают. Вот даже молокани. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И третье. Получить дар Святого Духа. У них ничего этого нету. Для прощения грехов. Теперь они заменили слово там, то, такими все это подставки сделали. У них прощение грехов где? Спросите их. Дальше. 20 глава, читаем, 29 стих. Иисус Христа является епископ Анания к Савлу. Поврежденное зрение. И он говорит, брат Савла. Брат. Уже братом назвал. Но там сидят молокани. Воображаем. Он говорит, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Слово омовение идет в значении о воде. Крестись. Речь идет о погружении. Савл крестился. И дальше крестили. Где были иноны, где много воды было. То есть им вода не нужна. Почему секта? Ересь. Другие места, когда будем открывать, то мы увидим, где были люди. Где крестились. Мы берем только из Евангелия. И мы видим, где крестились. Вот Евнух едет. И с ним, с этим Евнухом, Диакон Филипп. Евнух уже давно считает это Писание. Он ждет Мессию. И говорит, а что препятствует креститься? Он говорит, если веруешь. Верую. И оба сошли в воду. Куда? В какую воду? Пусть Малаканин. Вот Малаканин вместо Филиппа Малаканин. Если они так же понимают, то легко так подставить. И куда оно будет снимать? С колесницы. Оба сошли в воду. Куда? Во что? Все. Тема закрыта. То есть заблуждение. А раз заблуждение, дальше рассуждать уже не надо. Не надо. Зачем? Оправдывает заблуждение. А мы православные. Вот и все. А теперь спросите их. Скажи, а вы признаете Троицу? Святая Троица? Что они ответят? А если скажут да? Скажите, откуда вы это взяли? В Библии нет слова Троица. То есть, ну все на такой хлипкой паутине построено. Отойдите от них. Скажите, вы понимаете правильно? А почему вы не православные? Они укажут на иконы. На мощи. Вот это вот у вас есть. Ну и там попы, другое там, одеяние. Хорошо. В Америке в современное время ни у кого из сектантов этого нету. Но в современной, только в Америке, больше 21 тысячи этих молокан разных названий. Сектантов. 21 тысяча. Выстроили в ряд. Это длинная дорога покажется. И ни один не стоит в истине. Ни у кого нету ни икон. Почему не остаться баптистами? От них адвентисты седьмого дня. От них там свидетели сторожовой башни Иеговы. Почему? Все от дьявола. Дьявол как? Разрушать. Разделять. И властвовать. Вот это и есть. Они так хорошо поняли. Поняли надо по Писанию. По Писанию это выходить дверью. Пастырь добрый. А Инди перелазит. Воры-разбойник. Так они перелазят. Вопреки Писанию. И мы как отвора-разбойника отворачиваемся. И даем им крепкий ответ. Вот и все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. И дальше не разговаривайте. Потому что еретик. Написано 3.10 к титулу. После первого-второго разумления отвращайся. Ибо он грешит, будучи осужден. Самый осужден. Они сами себе приговор подписали. Их уже нельзя не спасти ничего. Все, понял. Понял. Да. Так. Больше никого нет? Слышно, как головы воркают? Вот замолкает. Гуля, Гуля, Гуля. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром? С миром, Николай Георгиевич. У меня будет вам просьба на рассмотрение. Я записал ролик о моем нахождении 30 лет в прелести. В системе Порфирия Корнеевича Иванова. У меня есть ролик. И вот хотелось бы, чтобы люди больше увидели. Можно вам переслать в личку, и вы посмотрите. Если сочтете нужным, то и во свете Библии его пустите. Если нет, то нет. Мне уже выставили это. А, выставили. Да. То есть, я ничего добавлять не буду. Это ваша биография. Вы пришли к Богу. Остальное не имеет никакого значения. Павел говорит, как он был гонителем. Мы на это внимание уже не обращаем. Мы знаем, что из Савва получился прекрасный Павел. И все. Вы уже все знаете. Да, чтобы на вашем канале во свете Библии больше людей посмотрело. Никак я не буду вас разбирать. Вы все знаете. Зачем я буду портить? Где-то маленько что-то не так. Но у вас нигде нету, что антиспасительное. Что там вы против говорите. Нет этого. Говорит, видно, что человек, который рожден свыше. Который страдает от того, что у него там так было. Спасибо, Христос Игнатий Игнатий. Да удержит тебя, Господь. Немало не сомневайся, брат. Хорошо, что записал память потомкам. У вас все ладно. Николай, мы это запланировали. Да, считайте сейчас. Псалтерии все. Да я вас знаю. Это не по наслышке, а лично. Как вы работаете? Мы каждый день поминаем, садимся, когда я всех поминаю, кто что-то как-то участвовал. Вот я купил мед, а его звать Геннадий Павлович. Я заплатил за него мед, но каждый день поминаю. Есть такие люди, которые как-то участвовали, помогли. И вот мы садимся, когда что-то картошка. А кто участвовал? Николай Георгиевич Кузьмин. И мы вас каждый день поминаем после обеда. Поели и сразу молимся за всех. И ваше имя святое звучит перед Богом. За то, что вы участвовали, сажая и копая картошку. Слава Христу! Аллилуйя! Во слава Божью! Слава Богу! Вот это чувство благодарности развивать надо в себе. Мне его дадало уникальное. Где бы кто что не помог, тогда, 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 уже живого нет. За мертвого молюсь. Я молюсь за мэра города погиб. Он помогал, узнал, что он верующий. Ректор, который 18 лет нас считал родными и близкими. Ну, вот так. Поэтому я к вашему выступлению, там, к интервью, которое отнесся с благодарностью Богу, что это есть. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Христу! Так, еще кому я нужен? Отхожу. Благодарю. С Богом! Слава Христу! Ахминь, спасибо! Что же! Благодарю! Женщик! Сказать хотел? Да, да, Игнатий Тихонович, мир вам! Слышно меня? Ну, слышно вас, да. Ага. Ксения Михайлова. Игнатий Тихонович, вот в Священном Писании написано «Умножая знания, умножаешь скорбь». А сейчас век такой, вот этой вот информации, такой скоростной. И народ все больше и больше узнает об этом мире с очень большой скоростью. После этого получится ли так, что народ начинает безумствовать просто? Он не умнее становится, а глупее, что он уже правду от лжи перестает отличать. Вообще есть такое? Вот у меня дети учатся в школе, и когда я училась в школе, и они учатся в школе, там такое количество информации, неперевариваемой вообще, в них вдалбливают, что они просто сходят с ума. От этого количества информации можно сойти с ума вообще? Да, смотря какая информация. Бывает такая угрожающая, что вот разные вышки стоят, выйти из дома нельзя, там заражение идет. Сколько маньяков? Дети теряются массово, конечно. А вот некоторые уже детей не пускают в школу, в домашнее обучение. Ну это деньги платить большие надо. Школа сегодня – это развратный пункт. И всякие пакости там улучшаются. Я поняла. Но у меня ребенок ходит в частную, там шесть человек всего их в школе. И даже там то же самое и происходит. Ну ладно, я поняла. Спаси Христос, Игорь. Таким прислоняются, где верующие люди. Вот у нас здесь ни одного плохого слова не слышно. Нету совсем. А в чатру летку только заходишь, они… Первое слово, он меня видит, и первый матерок у него изо рта вылазит. Сатана захватил, никогда уже не отдаст свои рубежи. От слов своих человек оправдается, осудится. Поэтому дети есть, значит, надо думать. И будут, говорят, выходить замуж, жениться, и что из этого получается. Юринальную юстицию отбирают, удушающая любовь. В одной Франции, говорят, уже больше двух с половиной миллионов детей отобрали. Это же всемирная подготовка к антихристу. А нужны зомби, чтобы выполнял, делал все и никуда не лез. Вот великий инквизитор-то здесь смотрели, Достоевского, это и есть. Везде разрешается грех, и дети к этому приучаются. Идут, причащаются после этого. Это все зависит от нас, если мы доверяемся Богу. Тогда мимо все это проходит, и ты даже не видишь этого. Даже в поезде вот едешь где-то. Какие у тебя собеседники? Мне вот приходилось много ездить раньше. Проводиться не может по коридору пройти, но общий вагон. Столько людей собираются вокруг, слушают. Это же было и в Третьяковской галерее, там иконы висели. Я стал объяснять. Полностью, один к одному люди набились. Милицию вызвали, милиция не может подойти. То есть, если мы были бы свидетелями, вот сейчас вышла речь о патриархе Кирилла. Прямо призывать начал. Ну, это еще более ранний был у него период. На проповедь. И менять тактику надо. Говорить надо везде. Ну, проспали, прошляпали. Вот так. Игнатих, еще последний вопрос. Вы как-то, ну, периодически говорите, что раньше люди, вот вы же много с людьми общались, раньше люди, дети, например, даже там, учащиеся, были другие, вообще люди были другие, чем сейчас. Вот какие качества люди уже практически совсем утратили? Просто вы с тех времен, а мы уже думаем, что, может быть, тех качеств и вы вообще-то нет. Особенно наши дети так думают. Какие качества люди уже почти утратили? Хорошие, такие положительные, которые, вот, например, я сейчас бы хотела в своих детях воспитать, о которых я уже и не знаю, что они должны быть в людях. Господь, позволь мне создать детский лагерь, трудовой называется, в честь Климента Анкирского, зарегистрировать ее в Краевом отделе юстиции. Я директор этого лагеря 45 лет. Передо мной прошли тысячи детей. Лагеря такого никогда не было, нигде. Встаем, дети, полный подъем в 5 утра. Молитва. Ну и все дальше, начинается с чтения Слова Божия. Там искупаются, работа. И я на глазах видел, как деградирует нация. Какие самые главные? Это смелость. Вот он согрешил, до покаяния не идет. Так и здесь. Вот он что бы ни сделал, он, главное, рукой хватается за задницу, чтобы только ему не попало, на другого свалит. Неинтересные. Раньше можно было слышать, как подходят, спрашивают. Везде все, я их веду в лес, везде все рассказывают. Спрашивают, а это дерево от чего? От чего эта травинка? Дальше уже не перестало это. Походливая. Вот об этом говорил Федор Михайлович Достоевский. Что десятилетние и уже развратные. Десятилетние и уже развратные. Дважды повторяют. А сегодня намного раньше. Вот сейчас пишут, показывают. Мальчишка в 8 лет неполных изнасиловал девочку в машине. А что с него будет? Вот этот маньяк вырастает, душить будет старух. Как этого сейчас задержали, он больше 30. Кому сумку поднести, бабка его до дому допускает. Вот он задушил ее, все забрал и ушел. И по разным городам. Это же дети сегодняшние. Больше всего влияет на потерю памяти и всего. Разврат натуральный. И компьютерные игры. Знания, которые много. Они развивают знания эти человека. А как бы я поступил. Вот случилось, что сбросили две атомные бомбы. Хиросима Нагасаки. Америка находится в военном положении против японцев. Но учительница американская детям в одной школе стала говорить, как погибали дети, сгорали. Одна тень остается от них. И дети вместе с ней плакали. У нас бы за это ее расстреляли. А там все сошло, есть рук. Вот это надо закладывать. В дети сострадание. А не так, что если ребенок хромает или что-то, они идут и сзади его дрожат. В наши дни, вот я учился когда-то, никогда этого не было. Наоборот, как ему сделать легче и что-то. Это эгоизм. Пустословие. Сквернословие. Этого раньше не было. Но у меня это настолько было строго, что я его накажу физически. И все родители, давая ребенка мне, расписывались, что я имею право наказать этого ребенка. Крапивой там, авоськой. У меня в лагере этого не было. И все на полном серьезе. Не так, что сделал, да ладно как. И знать, как наказать. Ну, про наш лагерь далеко было известно. И при... Назначили... Прилетела даже Ксения Деннон. Из Лондона. Ей... Со Станкина дали какого-то Юрия. Он привез ее. У нас поется песня. Лагерь Стан, Степина, навозной кучи. Что может быть круче? И она была. И потом большую статью написала. Исполнение мечты в сибирских степях. Как она была. Хорошая. Ксения Деннон. Вот. В то время присылали разных людей. У меня пропистора приезжали. Смотрели, записывали. Все. Как могу я поправиться с такой массой? Речь идет о тысячах детей. Которые за эти годы вместе были. В среднем у меня за лето было 108-109. От Канады было строение построить. Где им ночевать там простые. Совсем. Дети. Кормить как их. Ни один не заболел. Если он был баловался там табаком. Куревым наркотиками. Это уходит из него. Каждый день шла работа. И вот они сидели. Все записывали. А вот это вы откуда взяли? Я говорю. Это взял я от Японии. Почему? Не стонать. Не показывать виду, что больно. Канзё. Национальный культ. А это я взял от англичан. Если легли спать и заговорил кто-то. Или он выходит. Или все с ним вместе. А так как два часа долго стоять. По полчаса. А потом я их веду. Рассказываю. Звезды. Перепелка. Кричит в советах. То есть все время я работаю с ними. И дальше уже стали дети. Перестали интересоваться. Воруют. Но у меня это если своруют один раз. Дальше не получится. Вот такое дело. Вот эти качества надо воспитывать в ребёнке. Не стонать. Никогда не ябедничать. Если на другого придёт. Не предупредив его сначала ребёнка. Пойдём вместе разберёмся. То он наказан будет. За то что умеет ябедничать. Вот такого лагеря-то больше не было нигде. У меня один год было два года. Это два уголовных. Возвели дело против меня. Другой год было три. Я во всех вышел победителем. Работа идёт. На это кто пойдёт? Нервов не хватит. Выходим и ягоды собираем. И сами работаем. И дрова пилят. Раз в шесть в день купаются. Отдельно мальчики и девочки. И в храме отдельно стоят. Вот надо заниматься. Любить своё дело. Любить детей подрастающих. Вот прислали детей два парня. Ну там разный возраст. 14 там бывает. 8. Оба родители сидят за убийство. Что я ему дам? Вот нужно дать так, чтобы он и родители вернулся, не отвернулся от них. И здесь поступил так, чтобы... Вот одна девочка привезли. Там учитель, знакомый нам в школе. А ей где-то лет 8. Она с бабушкой живёт. Мать запилась. Она доит корову сама. Это Иринка. И выходит на трассу Барнаул-Новосибирск. Продаёт молоко одна. Чтобы на хлеб деньги были. Её привезли ко мне. Она вся во вшах. И кто-то её обозвал вшивая. Ну мы сразу начали выводить. У нас специально здесь есть с керосином, мыло там. Ну рецепт такой есть. А мальчик-то обозвал её. Я сразу ударил в колокол. Кто обозвал? Вышел. Давай ищи в шею у ней. Ну что он найдёт, когда их нет? Вот сегодня я тебя наказываю. С сегодняшнего дня ты будешь с тирой играть и защищать её. Наказание-то какое. Ты посмотри, какая она красавица растёт. Лет 10 придёт, ты вокруг неё винтом будешь ходить. Все смеются. Если бы боялся, что крапивы, накажу эту крапиву. Жгучая такая. Я зубами рву перед ним. У меня пузыри. Ой, другой, который испугался. Нет, я не боюсь. Накажите меня. То есть всё время надо менять тактику. У меня некоторые были 18 лет. Приезжала мать уже с детьми своими. Это всё многое. 475 роликов про лагерь снято. А один лагерь такой был. Не в России, не в Советском Союзе, а во всём мире. Надо идти непроторенной тропою. Сирену поднимать. Я много ездил по миру, где вызывали после освобождения меня. И в скаутские лагеря видел, как перед флагом стоит там попыли, дьякон. И в этот день посты, а им не разрешают поститься. Я говорю, я вас бы даже в свой лагерь за ограду не пустил, ваших воспитателей. Это фактически я объявляю войну всякому воспитанию. И каждый день слово Божие с толкованием, молитва, колокольный звон, там колокола разные наделали, то пустой баллон, то от газа. Вот понятно, что нужно делать? Себя отдать на это. А у нас был один, начал критиковать. Да не какой-то, а в миссионерском отделе в другом городе. Я, говорит, однажды взял их там, я не знаю сколько дней, человек 10 что ли было. Да я за неделю с ума с ними сошёл. Они в разные стороны. А надо, чтобы не в стороны. Он на вытяжку стоит. И если плохо, он бы другой год не приехал. Он уже никуда не идёт, только к нам. Сто процентная защита ребёнка от унижения, от оскорбления, от побиения. Больше нигде этого не было. Мы этот опыт, нас всё-таки пришлось закрыть лагерь. Ну, 45 лет я директор был. И теперь у него сделали музей для бедных лагерей. Музей-комплекс называется. Там прокуратура, все бульдизера, чтобы нас смести. И ничего не могли сделать. Я послал тут и в Думу, и Зюганову, и Полонской, всем. Ну, и оттуда прокуратуру запросы этого полковника, видимо, приструнили, и он отстал от нас. Вот этот год прошёл, против нас опять уголовное дело было. Берёзки спилили. А берёзки-то наши, нам нужно пруд устанавливать. Ну, безумные. Ну, пришлось всё согласиться, и они сняли обвинение. Муниципальные оказались они, а не государственные. А если государственные, там бы закрыли. В лагерях стали закрывать, когда утонули там в Сиамозере. Восемь или девять учеников этих. Кто они там были? Дети. И везде от президента данный указ был проверить лагеря. Проверить. Да проще закрыть. И стали закрывать на целой области. Ни одного лагеря нету. И на нас навалились. И когда мы увидели, абсолютно нельзя работать. Милицейская машина рядом стоит день и ночь. Вахту несут. Любого ребёнка схватить. Допросить, где он есть. К родителям. А родителям говорят, если против Лапкина не подадите, ребёнка отнимем. А как подать? Сказать, что мальчики спали с девочками и прочую гнусность. Но никто не пошёл на это. Потому что где у меня для девочек отдельное стоятостроение? Мальчики не имеют права даже пройти рядом. Ну, возьмёшь на себя это. Надо питание, чтобы было хорошее. Питание. Разнообразное. Посты строго соблюдать. Мне... Я говорю, это то, что всем известно. И это не моё, это Господь делает. Господь. У меня нет образования гуманитарного и религиозного. Нету. Я ко всему присматриваюсь. Заметил там в Новой Зеландии какие правила-то. Сразу применяю к себе. Отовсюду. Я хорошее нашёл у баптистов, у католиков, у мусульман. Павел говорит, для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Вот именно на практике это. Пойдёте на это? И такие же у нас девушки, которые были. Взрослые женщины работали. Она должна где молчать, знать где сказать. Я их наказываю воспитателей так же. Вот какое дело. Ну что, Ксения, пойдёшь на такую работу? Организуйте лагеря себе. Берите детей. Мне бы с двумя справиться. Так справиться-то можно было бы. Приезжали начальники лагерей других и говорят, если я так буду делать, меня посадят. Я говорю, а ты добейся, чтобы не садили. Ко мне приезжает полковник, начальник лётного авиационного училища высшего. И увидел, какой порядок, хлебом не кидаются. За 20 лет ни одна ложка ни съедены не осталось. Обязался долезать её, поднять и дном показать дежурную напротив каждого стола. Я должен был всё это обиходить. Особая форма надета. Он говорит, у меня в военном училище нет такой дисциплины. Сергей Живанширович Акопян. Вот у нас, я смотрю здесь, вот Николай Георгиевич Кузьмин. Он может сказать, что сейчас лагеря не было, но с детьми-то приезжают. И дети, что попало, не делают. И они работают. До обеда. Он должен приучиться ценить работу отца и прочее. Что, Николай Георгиевич, видел у нас такое? И есть, и есть, и будет. Спаси Христос. Вот здесь, вон там он закрылся листиками. Надо сказать, чтобы переменил её. Отец Наум Борщукой. Наум Израилевич. Еврей. В моём доме встретились, он стал священником православным. Следователь КГБ у меня был. Обратился, стал священником. Но это нельзя сделать самому никак. Это Господь благодать Духа Святого делает. И сеющий, поливающий, ничто, но всё Бог возвращающий. И вот сейчас мои книги берут. У меня их 38 книг вышло. За 8 с половиной лет. Каждая книга 752 страниц. Этого нигде в мире нету. Стихотворение. И напротив, каждое стихотворение у меня, это 4 тома по 800 страниц. Обычно стихи-то они там, ну, махонькие. А это 800, 4 тома. 3467 стихотворений на полный. Всё это... Надо показать даже боязно. Примерно 78 положено на музыку композиторами. Поётся в интернете. Как? Я своим ничего признать не могу. Настолько это выше моего уровня образования. Откуда приходят люди? Вот посмотрю здесь, сиротки Николай. Я уже, ну, не боюсь сказать, смотреть, сколько он сделал, как он расширил то, что у меня в интернете, он сделал доступным. Это же надо день и ночь годами работать. У меня своих только роликов 23 тысячи. Больше 6 тысяч ни у кого нету в интернете. И он всё это разградуировал там, как брать, как легче, чтобы выделить. Ну, я его не знал. Господь послал его. Вот я сейчас разговариваю. Я не знаю, меня тут Антоний Ермолин слышит, нет? Антоний, вы меня слышите? Наверное, ушёл. Хотел ближе познакомиться. У него такая тайкая интонация, голос. Я сегодня буду рассылать. Тут вчера сестра одна попросила, что делать. Ну, муж, я мужа слушаю. Он говорит, в больницу везде ребёнка заболел. А ему хуже стало. Что делать? А у меня на это стихотворение. Я буду посылать не по одному, а сразу по 10. По 10. И мне надо, чтобы их насчитали. Я послушал сегодня тембр голоса. Это как раз то, что надо. Слышу, Игнатий Тихонович. Мир вам. Как? Можно с вами договориться, чтобы стихи насчитали? Можно. Можно. Каждое стихотворение 9 куплетов, 4 строчки в куплете, 36 эпигра бывает. И вот сами там картинку поставить. И надо посчитать так, чтобы текст как бы выплывал вместе с сочтением. Видно его было. Сделать доступным. И во всём этом о болезни говорится, как о смерти. У меня все стихи в один файл составлены. Мне легко искать. Я сразу за болезнь, смерть. Ну, и вчера весь день просидел, выбрал, наконец. Вот сейчас я их буду обрабатывать, и вам тогда пошлю. Первую, вторую партию. А вы потом, когда будете делать, выставляете мне, говорите, я заберу. Вот надо бы познакомиться. Тут какие до этого у меня были щтецы. Кажется, 4 щтеца. Как они считали? Ой. Ну, как-то, как женился человек, так пропал. Нету. Казалось бы, вдвоём теперь. Нет, кто не женится, все уходят. Их нету нигде. Такая пара, а они друг друга не могут спасти. Муж сказал, я здесь был, здесь остаюсь и не командуется. Заранее договориться. Только женился и исчез. И при том, он живой, я вижу, живой. Ну, вот всё. Благодарю, Игнатий Тихонович. Давай, начинай, на новый уровень переходи. Спасибо, Христос. Надо договориться, если сможешь, то летом приехать. Мы теперь по домам принимаем. Лагерь я ликвидировал. Команду волонтёров распустил. Невозможно. Пропуска нету. Милицейские машины день и ночь караулят. А теперь кого, детей, если они схватят, они сообщают адрес. А по адресу идут, говорят, представители прокуратуры. И начинают говорить, вы на лапки нам скажите. Вот то и то, иначе детей отнимем. Но ни один родитель на это не пошёл. Вот как Бог сделал. Ну, всё, тогда я закрываюсь. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Да. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы читаем вот это всё. И мы по этому можем так заключить, что Вавилон ещё не вошёл в свою великую славу. Или нельзя так заключить? Такой вопрос никогда не ставил. Большей славы ни у кого не было. Какая ещё нужна слава? Полмира питается от неё. Сейчас вот, если можно, видно. Ну, сейчас такое вот время. Всю историю-то мы не можем сказать. А что ещё больше? Сейчас больше позора идёт. Как-то Андрей Кураев говорил, церковь была гонимая, знаем. Но чтобы так презираемая была, никогда такой эпохи не было. Вот это отношу я и к Вавилону Третьему. Ну да. Ну вот я в этом-то и весят в этой вопрос, что это ещё хлопнет дверью Вавилон, или ещё он не вошёл в ту позицию, когда вот от него все народы ещё зависят. Или уже это было? Куда относиться? Было и есть, и какое-то время будет, так мыслится. Мы догадываться не будем, на спасение нам это не влияет. Но дело в том, что с севера придут к Иерусалиму, и там на долине этой погибнут. Семь месяца будет кости собирать. Так, никого больше нет, а то ухожу. Братья, можете задавать вопрос. С миром. С миром. Вопрос такой. Смотрите, апостол Павел пишет, что мужчина не одевает женскую одежду. А вот, ну судя по иконам, одежда внешне как бы одинаковая. То есть в те времена, да, там у мужчин и женщин длинные такие, как одеяния. То в чём как бы различие у них было? Говорить сегодня, и то оправдывает где-то. Я слышал тут, которые знаменитые священники, артидиакон, всё говорят. Это вот так, ширинки-то у неё нету. Ну неужели мы не видим, что она в брюках? Ну сами посмотрите, вот показывают старые какие-то фильмы, военные, документальные. Ни одной нету в брюках. Они в юбках. Разной длины, но в юбках. Остальное всё лукавство одно. Те тогдашние мужчины и женщины, это рисунки, они определённо и чётко знали. Это мужская, это женская. И никто нигде не спрашивает, какая. Это означает, что все знали от малых лет. Так что смотреть на рисунки, они ничем не отличаются, вроде это тога у него тут, смотри, но материя намотанная, никак нельзя. Вот когда ставили фильм «Иисус по Евангелию от Луки», ну и даже, кажется, камакгридеши, тщательно узнавали по разным раскопкам, сохранившимся каким-то эскизам, какая была одежда. И то утверждать нельзя, что такая. Но, во всяком случае, примерно. Примерно. Зачем они снимали одежду, когда камни бросать на Степана? Значит, речь идёт именно о одежде вот эта вот намотанная. Она намотали, бросили, а Савл караулил. А то сегодня главное как. Так вот у нас в лагере, конечно, дети, комары, разрешалось надевать, там, какой-то трикой или что-то брюки, но сверху, чтобы была юбка, юбка ниже колен. Потому что комара много, и надо просто смотреть. Вот у нас как ходят, чтобы, одна тут пишет, как она поехала на, там, где у ней дача была, и увидела там одну сестру нашу, и та сестра спросила, а почему ты в брюках? Никто не знает, только она, так я, говорит, мучилась, когда думаю, доеду и всё. А другая сразу изрезала всё на половики, на ленточки. Вот у нас этого нету. А если она где-то в брюках, сразу сделает замечание. И замечание такое, что оно доходит до глубины. Вот так. Аллилуйя. Нельзя говорить то, чего мы не знаем, не видим, но что отличали, это определённо. На это проклятие никто не полезет зря. Да и женщина, вот, это Америка всё заражается. Я говорил, в каком году, в первом году, кажется, в марте месяце переоделись. Что от Америки получили? Вот эту наглость, бездарность. Они книги-то не читают совсем. Вот сами посмотрите. Вот у нас был Леонид Ильич Брежнев, Иосиф Виссарионович Сталин, Иосиф, а у них Джо. Они даже говорить не могут. А он-то Иосиф, Джозепп, это Иосиф. И вот они везде всё так. Ну, Горбачёв сказать не может, Горби. Вот всё у них сокращённое. Я говорю, а какие книги переписывались с американской, русской? Ну, никакие не читают. Я, ну, небольшой ролик выставил. Нет, это большой, американцы смотреть не будут. У них одно, жратва и эта брюшина. Нигде столько нету с избыточным весом и ожиревшее, как они говорят. И, главное, вот эта медицина на высоком уровне, она не помогает им жить дольше японцев. Японцы? Только вот Владимир Чевелихин был такой писатель, и он в советское время командирован где-то там, может быть, в Швеции, Норвегии, где он там был, не в одной стране. И он говорит, если я вам скажу, как выглядят эти люди, что, допустим, женщина метр семьдесят, сотню отнимай, семьдесят, ещё пять килограмм скинь. Это высшая вершина. Они очень худые. И когда приехали из Франции, они, говорят, сделали замечание одно, почему у вас, женщины, так много хлеба едят. Да от хлеба он не разжиреет. А вот Чевелихин сказал, что вы не поверите, у них везде тренажеры, я вот по Америке, меня много возили. Где они едут в школу и везде играют? Я говорю, почему? А вот этот как раз Смоленинов, деловая Америка, по торговой части он был. И он говорит, американцы знают, что дорого медицина стоит. Вызвать, просто скорую помощь вызвать-то. У нас ещё не стоит, там, защихал полградуса, поднялось, уже скорая приехала. Там нет, нет. Там наложат тебе тысячи, да и больше долларов. И поэтому спорт, поэтому болеть невыгодно, как они говорят. Я был там, мне кое-что понравилось. Вот так. Нам надо уметь учиться у других людей, что-то брать. Меня за это обвиняют иногда. Я регулярные радиопередачи были, телевидение выступал когда. Но я употреблял вот такой-то, столько-то, там-то, те-то. Ну, это же проповедь. Ну, проповедь по телевидению, по радио, не в храме. Ну, и называл некоторых людей. Даже назову Вольтера, что он сказал, что Библия через сто лет будет позабытой, заброшенной книгой, как наследие глупости более ранних поколений. И в том самом здании, где со второго этажа он сказал это, теперь склад британского библейского общества. Миллионы тиражей идут. Вот это я сказал. Да кого Вольтера поминаете? Я Конфуция поминаю? Его спросили. Вот умирает человек. А вот мы ходим там, свечи зажигаем на могилах. А польза есть или нет? Он говорит, я тебе скажу, пользы нет, вы их хоронить не будете. А как в Новой Зеландии будете выставлять только на крышу, и грифы будут пожирать их. Я тебе скажу, польза, вы на кладбище ночевать будете. Вот умрете, узнаете. Видите, как просто. Мартин Лютер сказал, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Я употребил это, но священники только ждут, где я скажу не по Библии. А сами Библии совершенно не знают. Иоанн Златоуст употребляет, и апостол Павел говорит, крестьяне всегда лживы. Паэт какой говорит у них? Люди знают. Оттуда брали. И об этом говорит апостол Павел. Я уж не говорю про Златоуста, тот прямо цитирует целые пакеты. Ну вот, не всем это нравится. Вот у Наполеона есть такое выражение. Главное ввязаться в драку. А там видно будет. Не пропустить. Пока еще можно продолжать. Вот так. Это 3.18 языки Иля. Видишь брата с огрешающим-то? Не пройди мимо, сделай замечание. Иначе он умрет, а его кровь я защищусь с тебя. Вот как. Вот это сказал какой-то там великий. Ну он великий сказал. Я в беседе с безборщиками употребляю. Для них бывает иногда религиозное из Библии в новинку. А я его разбавляю такими словами. Вот плене младше называют там. Или Плутар. Он ездил, много ходил по всему Ближнему Востоку. Я встречал нации. Нации, у которых нет денежной системы. Я видел города, которые не имеют стен. Но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа, который не имел бы веры в Бога. Дикого и грубого. Вот я не верю. Ну дикого и грубого. Святые употребляли иногда многое. Слушай, говорил Сократ. Да мало ли, хороших людей в разных странах. Я употребляю это. Иногда вот в лагере у себя употреблял слово канзио. Никогда не стонать, дети. И они такие выдержанные. Всегда все хорошо. А хороший настрой внутри, болезнь с трудом пристает. Из чего я начал говорить и куда приехал. Все. Слушаю. Никого нет. Разошлись все. И не предупредили. Все здесь, Игнатий. Здесь. Молодцы. Вот у меня болит левое колено. Игна нынче, как получилось вот. Я уже не скрываю это. Из меня кровь шла две недели. И тело ослабело. И вдруг как сирия, это свящи называют, обложила по пояснице меня вокруг. Никогда не было этого. Дальше. Ничего не употреблял ни одной таблетки. Ну там мази дали, где-то маленько подмазал. Исчезает. Капли крови нету. Свящи все исчезли. А заболела нога. Как по инерции левая нога. Колено самое. Ну что делать? Одни говорят, надо ходить. А другие говорят, не надо ходить. Ну сейчас меня на осмотр еще один раз. В Краевую больницу 14 февраля потащат. А я каждый день выхожу. Тут недалеко большой. Мост красивый. Через реку Обь. Я любил там ходить, сфотографировать. Все. Пошел. А тут пивоварка течет. Барноволка речки. А в нее еще пивоварка впадает где-то. Я до этого дошел. А дальше нога не шевелится. Я думаю, нет. Оттуда я не вернусь сам. Я вернулся. А сегодня вроде маленько полегче. Я жду, Володя ушел. Солнышко взошло. Сейчас вот молитвенное. Мы-то на 4 часа раньше молились. А в этой группе-то у вас позже. И сейчас только кончили. Я опять начинаю навостряться. Туда на мост сходить. Я туда всегда ходил с собаками. Две собаки было у меня. От Пупкова. Восточноевропейская. Немецкая. Одна чемпион Алтайского края. Другая чемпион России. Как я ходил. А сейчас ничего этого нету. Охота сходить на мост. И пока никого нет. Я крадущее тут закоулками и туда. Считаю, что полезно. А врачи говорят, не полезно. Ну, может и не полезно. Но мне охота. Ну, все, друзья мои, отхожу я с Богом. Я вам посылаю какие материалы-то. Вы считаете их? Вот сейчас выслал тысячелетнее царство. Я над этой темой работал полвека. Чтобы все вот такое отшлифовать. Кажется, 118 страниц получилось. Я вчера ночью уже рассылал. Вчера закончил только. Там цветными. Увеличил буквы. На что обратить внимание? Как с сектантами беседовать и показать, что наше понимание, тысячелетие, беспроигрышное. Ну, хоть руки или как-то покажите. Кто получил и смотрел, до конца считает. Я столько времени трачу на это. Вот до этого было, чтобы не выходили замуж за неверующего. Видите, какие темы. Послал прокурора. Спросил я. А вот здесь у нас ее не вижу сегодня. Анаит. А армяночка. Для чего она активная? А она работница у генерала какого-то. И ему сказала. А у того, друзья, генералы решили через живого где-то найти моего прокурора Тайского края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Педорович. Он много сделал для нас. И мне надо отблагодарить. У меня чувство благодарности неимоверно развито. Я на концу вселенной нашел всех, где кто мне когда помогал. Не стою перед этим. Я его озолочу всем, книгами. Всем добрым. А он исчез и нигде нет. Я сразу сказал, и уже генерал вышел на разговор со мной. Его Владимир Павлович звать. И может быть найдем. Я сразу поеду туда. Вот директор тут резина РТИ, резина технических изделий. Вот эти лодки большие. Вот как прыгать с горящего самолета. Ну все резиновое такое. Он много помогал нам. Много. Шланги. Четыре лодки дали. Я начальник детского лагеря. Он умер, Анатолий Петрович. Я его звал прозвище настоящий, как его назвал-то, интеллигент. Вот столько он помогал мне. Ну и за него помолился. Мэр города мне очень помогал. 11 лет шел суд после моей реабилитации. А претензии мои были не маленькие государства. 11 миллиардов рублей по государственным расценкам. 11 лет шел суд. Отменяли, теряли и опять начинали. И наконец я выиграл. Заплатили одну двухсотую часть только. Я, которая по одной статье, все на книге, в тюрьму отвезти. А другая, вот я получил здесь. У них рассчитываться нечем. Вот здесь я нахожусь 13 соток и два здания. Мировое соглашение было заключено. У меня все интересное такое. И от меня это не зависит. Меня просто тащат. И получается это записано в моей биографии. И вот мэр города приехал к каторжню, отдает государственное имущество. В одном храм мы сделали прекрасный. И рядом вот, ну недалеко тут, нескольких километров, мост через Барнаул. Вот я ходить хочу. И вот этот человек в автокатастрофе по Гии Баварину, Владимир Николаевич. Я до 12 ночи везде дозвонил, верующий был или не верующий. Главный редактор Алтайской губернской газеты, шепчук Ольга Николаевна, говорит, верующий. Вон Золотухина стоит с ребенком на руках в храме. Но я попросил у Бога прощения. Говорю, Господи, если не угодно, не вмини мне во грех. Но Он так много сделал для нас. И вот, видишь, все, работа, занятость. Кто-то помогал, кто-то ушел. Ушел, никакой причины нет. Все равно молимся. Я показываю вот эти шторки. Кто подарил? Человек, который ушел. Ушел, причину не сказал. Ничем не обижена, ничего. Одна женщина сказала причину, уходила. Говорит, я даже никогда такой причины не слыхал. Я, говорит, тут прихожу сюда. Я как в раю нахожусь в общине. А тут сын вернулся, за убийство сидел. И дома у меня целый ад. И вот эта перемена из рая в ад. Я уж не могу перенести. А пошла сейчас Московская патриархия в храм. Я там как тут толкать, так и там аду. Я из-за адоват только перешагнул, и мне легче переносить. Во! Какое сравнение люди дают. Ну и отошла, Оленька. Ну все. Пошел я. С Богом. С Богом. С Богом. Алилуйя. Благодарю за молитву. Аминь. Спасибо. Аминь. Пошелаю. Пошелаю. Все разбирайте. Смотрите. Я много труда наделожу. Все митрачу. Чтобы вы были счастливыми. Чтобы везде были побеждениями. Алилуйя. Аминь. Спасибо. Аминь. Спасибо. Христос. Благодарю.